Всем привет, ребятки! Сегодня будет необычное видео, я зайду на аккаунт человека, на котором я уже снимал спустя полгода, и мы посмотрим, что там изменилось. Видосик реально получился прикольный, интересный, поэтому советую вам его посмотреть от начала до конца. Ну и, конечно, не забывайте о том, что нельзя заходить на чужие аккаунты, это запрещено, вы получите либо бан, либо блокировку аккаунта. Ну и, конечно же, хотелось бы видеть от вас хорошую активность, давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я буду максимально благодарен. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, займу, получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, устарайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, как вы поняли, в этом ролике мы будем смотреть аккаунт главного ладомана, про который я уже снимал видео, оно есть на канале, можете его найти, посмотреть, чтобы более лучше понять данного игрока, я тогда тоже показывал имущество, рассказывал, что это за человек. Ну а сегодня я решил, так сказать, пересмотреть его имущество, его аккаунт, прошло, получается, 7 месяцев, то есть полгода, и посмотрим, что за это время у него изменилось и появилось. Ну что ж, начнем, я думаю, как обычно, со скиллов, что у него, в принципе, здесь поменялось. То есть, если мы посмотрим, Родокоп у него был 10-й, сейчас 12-й, Лесорыба у него был 4-й, сейчас 10-й. Дальнобойщик у него был 104-й, сейчас 106-й. Такстист у него был 44-й, сейчас максимальный 50-й скилл. Убойщик улиц у него был, получается, 4-й, а теперь максимальный 30-й скилл. Рыбак у него был 53-й, сейчас 59-й. Донор спермы у него был 33-й, сейчас 57-й. То есть, за это время, я считаю, он неплохо, как бы, прокачал свой скилл на работах. То есть, он максимально вкачал скилл уборщика, и он апнул 5 скиллов на рыбалке. А как вы знаете, это сделать не так уж и легко. Итак, ребятки, теперь я предлагаю посмотреть его сет, в принципе, что он из себя представляет. Получается, у него есть шлем таксиста. Блядь, таксиста, блядь, хотел сказать, шлем таксиста у него есть. Получается, у него есть шлем танкиста. Здесь черные очки. Анимирован такой вот мужичок, такой пацанчик, я не знаю, как он называется. И у него есть пиратский палаш, который стоит, по-моему, около 20-ти, либо 30-ти миллионов. Это, на самом деле, очень редкая штука. Она когда-то давно была на пиратском ивенте, который был еще, по-моему, в 2017 году, когда только появились лодки. И также у него есть, получается, рюкзак Гроку, который стоит тоже около, там, 40 миллионов рублей. То есть, если так посчитать, сет у него стоит около, наверное, 80 миллионов. По инвентарю здесь ничего интересного нету, потому что Чиназес, он сейчас плотно занимается фермой. Вы можете это видеть, то, что он выращивает кукурузу, как бы. По навыкам, ребята, на самом деле, не знаю. Здесь, получается, появилось вот это улучшение. Его не было, Таргаша. Вторая сетка и первая сетка. То есть, раньше у него этих улучшений не было. И еще у него есть улучшение, получается, Панк. То есть, вы можете просто так вот сделать и, как бы, пописать. То есть, эта тема, на самом деле, очень редкая. Не у всех она есть, но Чиназес ее себе уже приобрел. Поэтому может кого-то загасить и с радостью обоссать еще сверху. Итак, ну что ж, ребятки. Проживая Чиназес, получается, в Батырево, на Груз-стрит. Это мой бывший домик. Я думаю, вы его, в принципе, помните. 99-й домик. Я его ему продал. Стоимость такого дома около 20 миллионов рублей. То есть, в принципе, вот такой красивый домик. Находится рядом возле СТО. Самый первый дом. То есть, я в этом доме очень много просто прожил. Но сейчас здесь теперь живет, как бы, Чиназес. Это теперь, в принципе, его, как бы, дом. Скажу вам сразу то, что автопарк, на самом деле, очень сильно изменился. В худшую сторону. Вы сами понимаете, то, что этот Чиназес, он, как бы, лудоман. Да, сейчас, как бы, он успокоился. Он, там, в казик, либо в рулетку не играет. Но раньше это был, реально, самый, просто, главный лудоман. И он им остается, потому что он в казике сколько бабок и поднимал, и сливал, сколько в рулетке. Очень много. Там сумма, реально, 2, наверное, 3 миллиарда. То есть, на самом деле, очень много. Он много раз все сливал, потом обратно это все зарабатывал. Потом обратно сливал, и так было раз, наверное, 5. Кстати, по поводу уровня. Уровень у него был 73, сейчас, как бы, 85. Сим-карта осталась такой же, наличные 6 миллионов. То есть, да, налички у него, в принципе, особо, как бы, нету. Випка 38 дней, работает таксист. Но, ребятки, отличие в том, что у Чиназеса есть, как бы, бизнес. И мы его в этом ролике тоже посмотрим. И посмотрим, какая там финночка. Ну что ж, начнем с автомобилей. У него есть Lada Largus. Я не знаю, зачем она ему нужна. Типа, это считается, на самом деле, редкий автомобиль. То есть, его нельзя купить в автосалоне. Я эту машину видел в автошколе. То есть, здесь мы можем посмотреть. Здесь у нас есть разные аксессуары. Кстати, в доме еще у него были аксессуары и скины. Надо вам их тоже показать. То есть, вот здесь есть граната. Есть вот такая сумочка. И есть пиратская треуголка, получается. Давайте я еще забегу в дом. Я, к сожалению, забыл вам показать скины. А скины здесь, как бы, на самом деле, интересны. Скин, получается, Бодрова у него имеется на аккаунте. Также у него имеется вот такой вот скин пиздатый, который мне очень нравится. Я бы, на самом деле, себе очень сильно его хотел. Я вот и такой скин себе тоже очень сильно хочу. Он реально очень классно выглядит. И с его сетом сочетается максимально классно. Вот, получается, самый дорогой его, в принципе, автомобиль, который имеется на его аккаунте. Это Audi RS6. А, не RS6, блядь. RS7. Audi RS7, которая, типа, новая относительно, которая есть там в контейнерах. Если мы, получается, посмотрим ПТС. Здесь есть третий чип. Ауди система. Nitro. То есть, все, кроме стробоскопов. И стоит здесь, получается, красный вот такой вот неон. Тачка довольно-таки заряженная. То есть, реально, очень классная. Прям тапочку в пол даешь, подрывает очень хорошо. Мне, естественно, этот кузов, как бы, очень нравится. То есть, тачка выглядит максимально симпатично. Также на нее, как бы, есть обвесы. То есть, у нее там бампер меняется, юбки, жопа там и так далее. То есть, сейчас тачка полностью в обвесе. Также, если мы посмотрим, у него есть скоростной катер. То есть, он стоит где-то 70 миллионов рублей. Если я не ошибаюсь. Потому что Чинназис, как бы, занимался очень плотненько рыбалочкой. И также, он себе приобрел два Форд Раптера для того, чтобы заниматься, как бы, фермой. Возить воду и хранить там, как бы, урожай. Мы, кстати, не посмотрели багажники. Здесь у нас, получается, тоже есть скин Лапенко, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом, есть скин Священника. Есть, получается, скин Дед Мороза, который стоит, на самом деле, очень много. Около, там, наверное, 50 миллионов, если не больше. Я думаю, именно в зимний период этот скин, реально, очень имбово смотрится и классно. И также, есть скин, получается, Жекища Дубровского. Номера Фейк Такси. Ворон. Рога Демона. Той же, кстати, редкая тема, дорогая. Ну что ж, ребятки, вот я, получается, приехал к бизнесу Сан-Чизеса. Да, это не очень дорогой бизнес. Это не имбовый бизнес. Но, сама суть, то, что здесь, как бы, есть бизнес. То есть, да, у него есть машина, у него есть дом и у него есть бизнес. То есть, это оружейка, которая находится в Ржевске, в новом поселке. То есть, если мы зайдем, посмотрим, здесь можно купить, там, бронежилет. Можно купить рецепты на оружие. Если вдруг кому-то надо, можете обращаться к Сан-Чизесу. Он, как бы, на рецепты делает скидку. Можно купить дробовик, там, и так далее. То есть, я думаю, это все понятно. Самое интересное, это финка данного бизнеса и стоимость. Стоимость данного бизнеса примерно 500 миллионов рублей. Вот, получается, магазин оружия с Сан-Чизес, одегамов. Баланс 4 миллиона. Прибыль за сегодня 370 тысяч. Самое интересное, это, конечно же, статистика данного бизнеса. Давайте посмотрим. То есть, да, как бы, финночка здесь не прям вау. Я думаю, вы сами понимаете. Но, допустим, вчера и позавчера, вот, лям 800 финночка была. 3 миллиона даже финночка была. То есть, это такой бизнес, знаете, ну, не прям очень прибыльный. Но, я считаю, за свои деньги, как бы, нормальный. 500 миллионов этот бизнес, уверенно, стоит, как бы. То есть, я считаю, за 500 миллионов это, в принципе, бизнес нормальный. Потому что, за эти деньги, вы ничего, как бы, лучше купить не сможете. То есть, примерно, имущество у него на 1 миллиард. То есть, я считаю, что это очень даже неплохо. Просто, как бы, Сан-Чизес вам много имущества, как бы, прострал. Если бы он это все не проебывал, так сказать, то у него имучка была бы где-то на 5 миллиардов. Но, сейчас, как бы, он успокоился уже. В казино не играет, в рулетку не играет. Работает, качает скиллы. И теперь у него есть, как бы, бизнес, который, в любом случае, со временем вырастет в цене. Скиллы у него пиздатые. У меня даже таких скиллов нету. Хотя, у меня там имучка намного выше. Ну, на этом я буду заканчивать видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной.